Я сейчас не задержан, так я понял. Здесь, говорю, находите со мной, говорю. Сергей Васильевич, подойди ко мне. Здесь один парень, маски, значит, производит съемку воинской части. Сейчас я его буду доставлять в отдел полиции. Не трогайте меня. Не трогайте меня, пожалуйста. На каком основании? Я говорю, отойдите от автомобиля патрульного. А что вы делаете? Почему вы меня толкаете? На каком основании выезжаете? Что вы за съемки здесь проводите? Это мой братишка. Здесь воинская часть находится. Что за съемки? Что же неправомерные действия происходят? Почему вы заедете? Центральный район, там и разбираться будет. Сегодня журналисты были задержаны в грубой форме сотрудниками полиции возле крымского гарнизонного военного суда, куда они пришли для того, чтобы узнать результаты по двум уголовным делам, по которым сегодня выносились приговоры. Это по Бегтимиру Вадиму и по Муратову Зекирьяга. Ребята стояли на улице, не на территории суда, не на территории учебного заведения. У них присутствовала пресс-карта, то есть это было видно, что это пресса. Они были в масках, с социальной дистанцией. Но несмотря на все эти меры, их в жесткой форме задержали и доставили в отдел полиции центральный. Спустя где-то полчаса приехал я. Меня не пропускали на протяжении где-то часа, без объяснения причин, почему меня не пропускают. После этого у ребят попытались взять отпечатки пальцев, взять их ДНК, взять объяснение, но они без адвоката объяснение не стали давать, отказались по 51-й статье и после этого их отпустили. Омар дал объяснение, за ним приехала мама, подписала расписку, что она его забирает, и его также отпустили. Что будет дальше, нам, к сожалению, неизвестно. На основании этих документов будут ли продолжения, будут ли составлять какие-либо протоколы, нам неизвестно. Думаю, что нет, потому что ребята ничего не нарушали. Это сотрудники полиции, мы считаем, что нарушали, а именно препятствовали профессиональной деятельности журналиста, не дали составить, не дали записать материал, который они хотели записать после вынесения приговоров. Субтитры создавал DimaTorzok